Всем привет! С вами коллектив проекта РЖД Просвещение и я Юрий Риммер, а это Валерий Юдин. И вот уже как час мы едем в поезде Москва-Улан-Батор до Иркутска, чтобы покорять новые просторы и радовать вас видео и фото железной дороги и виды Байкала и все, что с ним связано. Так что оставайтесь с нами. А еще на самом деле мы завидуем фотографу Антону Ланге с его проектом «Россия из окна поезда» и пытаемся его, так скажем, пародировать. Но так как вряд ли кто-то вообще знает, что это за фотограф и что это за проект, так что будем считать, что мы достаточно уникальны и ничто не воровали. Кстати, да. Пока мы добирались до Иркутска, в течение трех дней мы проехали Октябрьскую, Московскую, Горьковскую, Свердловскую, Западно-Сибирскую, Красноярскую и Восточно-Сибирскую железные дороги. Успели познакомиться с вокзалами на больших остановках и, само собой, с городом Иркутском. Посмотреть на Байкал и, конечно же, записать видео о самых интересных железнодорожных объектах, встретившихся нам. Иркутск. 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 Но тут в Иркутске детская железная дорога считается одной из самых лучших. Давайте это проверим. Хоть дорога и называется детская, здесь все так же, как и на обычной железной дороге. Но только рельсы и подвижной состав рассчитаны на колью 750 мм, стандартную для узкоколея. Дорога строилась при поддержке многих предприятий Иркутска своими силами, добровольно, и была сдана в эксплуатацию 11 ноября 1939 года. Во время Великой Отечественной войны паровоз с детской железной дороги был отдан Куйбышевскому заводу, на котором также работали воспитанники этой дороги. После войны завод вернул его обратно на детскую дорогу, которая возобновила свою деятельность. В 1992 году дорога была перенесена на излюбленное всеми жителями место – остров Юность. Всего на дороге три станции – Ангара, Солнечная и Родники. Мы находимся на станции Солнечная. Это главная станция детской железной дороги, протяженность которой составляет 4 км. Как и на обычной железной дороге, тут присутствует разнообразный подвижной состав. Всего на дороге четыре тепловоза. Два из них модернизированы серией ТУ-2 и ТУ-7 и ТУ-10. ТУ-10 – самая распространенная в данный момент на детских железных дорогах России. Тепловозы ТУ-2 и ТУ-7 пришли на детскую железную дорогу на смену паровоза. Да, на детских дорогах работали и паровозы, на которых работали дети. А, например, на Малой Октябрьской железной дороге паровоз работает до сих пор, но в качестве ретро-поезда. Еще один интересный фактор детских дорогах – в СССР были даже электрифицированные детские дороги, на которых работали, соответственно, электровозы. Но особого распространения такие дороги и не получили. ТУ-10 является достаточно новым тепловозом. Он был построен в 2010 году на Камбарском заводе. Всего на железной дороге три состава – Байкал, Юность и Сибирячок, на котором мы отправляемся в небольшое путешествие. Всего в составе поезда три класса вагонов. Это обычный, ретро и открытый. После распада СССР многие детские дороги были ликвидированы или превращены в парковые аттракционы, обслуживанные взрослыми. Только в России не была закрыта ни одна дорога, а с 2004 года даже было построено три новых. В Белоруссии единственная минская детская дорога также продолжает действовать. На Украине сохранились они только в крупных городах. В России в настоящее время функционирует 26 детских железных дорог. В Одессе в течение недолгого времени существовал так называемый детский трамвай. Небольшая изолированная трамвайная линия, обслуживаемая детьми. Однако он не имел прямого отношения к детским железным дорогам. Здесь абсолютно все профессии занимают дети. От стрелочников до поездных диспетчеров и машинистов. Во время учебного года дети изучают основные профессии. А уже летом они под руководством опытных инструкторов, которые командируются с большой дороги, на практике закрепляют полученные за год знания, самостоятельно выполняя все основные работы по эксплуатации железной дороги. Как правило, детская железная дорога представляет собой изолированный от общей сети железных дорог участок узкоколейного пути небольшой протяженностью. Чаще всего они прокладываются в городских парках и зонах отдыха. А зря, ведь они могли бы заменить обычный общественный транспорт на окраинах, где маленький пассажиропоток. Также дорога уникальна тем, что на ней имеются искусственные сооружения, такие как туннели, мосты. Также и присутствует переезд. Для традиционной детской дороги в Иркутске весьма популярное развлечение. Вагоны были полностью заняты. Также люди были практически на всем протяжении маршрута. В общем-то, место достаточно популярное. Помимо своей основной железнодорожной деятельности, как и в любом образовательном учреждении, тут присутствуют разные спецкружки, вроде мастерских по сборке макетов и миниатюрных моделей. А далее мы отправляемся в порт Байкал, на Кругобайкальскую железную дорогу. Оставайтесь с нами. В Иркутске еще наблюдались какие-то проблемы с дизайном. Периодически нам попадалась странная реклама и непонятные бренды, образованные слиянием других более известных логотипов. Ну вот такой музей, я думаю, можно посмотреть. Ну раз железнодорожный, то можно. По пути нам встретился музей истории Восточно-Сибирской железной дороги. Так, для справки. Музей был основан в преддверии 100-летнего юбилея со дня прихода первого поезда в город Иркутск. И долгое время, до конца 2012 года, он находился как раз на острове Юность, откуда мы только что пришли. Тут мы познакомились с историей создания Великого Сибирского рельсового пути. В музее представлены уникальные натурные экспонаты. Рельсы 1897 года изготовления, коллекция аппаратов сигнализации связи, фрагмент гостиной поезда Сибирский экспресс. Ну и, конечно, старинная форма, знаки отличия, пряжки, награды, ну как, в общем-то, и во всех музеях. Но особое внимание привлек отдел, посвященный Кругобайкальской железной дороге. Ведь этот уникальный заповедный участок, исключенный с эксплуатации 57 лет назад, до сих пор является гордостью Восточно-Сибирской магистрали. Мы тщательно изучали, рассматривали экспозиции, так и совсем скоро отправляемся именно туда, посмотреть на все это вживую. Итак, мы находимся в Листвянке, а на той стороне находится Порт Байкал, где нас уже ожидает Кругобайкальский экспресс. Вообще, на данный поезд можно попасть двумя путями. Отправившись из Иркутска прямо на нем и доехать до станции Байкал, или же наоборот, как сделали мы. Добрались до станции Порт Байкал самостоятельно и отправились на поезде оттуда в Иркутск, через Слюдянку. Между Листвянкой и Порт Байкалом практически ежечасно днем курсирует паром. А также, помимо такого общественного транспорта, существуют и местные таксисты на моторных лодках, которые, кстати, за дополнительную плату могут вас покатать по прибрежной территории. Сейчас мы находимся на станции Байкал, Кругобайкальской железной дороги. Эта дорога была основана в 1900 году и была частью Транссибирской магистрали. Дорога проходила от Иркутска до Слюдянки, прямо по берегу Байкала. На момент строительства данная железная дорога являлась наиболее экономически обоснованной, ведь она проходила по относительно ровным участкам и соответствовала требованиям слабых паровозов. В качестве подвижного состава для нашего экспресса будет использоваться тепловоз ТЭМ-2 в голове и вагон электропоезда ЭД-9МК. Нас большую часть поездки серьезно интересовал вопрос. Почему бы не пустить дизель в поезд, а не изобретать столь странные решения? К тому же, как показывают фотосвидетельства, рельсовые автобусы, например, все же заходят в эти края. Так же, как и паровозы, которые тоже катают тут поезда с туристами. В чем проблема запуска дизель-поезда, мы, к сожалению, так и не выяснили. Стоит уделить внимание и самой станции, а точнее ее вокзалу, в котором находится маленький музей, посвященный кругу Байкалки, и небольшая гостиница, скорее всего, выполняющая, а также роль дома отдыха поездных бригад. Ну а что? В самом путешествии было, можно даже сказать, что с комфортом. Отличный обзор на озеро Байкал, как и положено, проводилась экскурсия, был предоставлен кипяток, который можно было использовать для приготовления дошираков разных вкусов, как это делали наши предки в 20 веке, путешествуя по этим местам. А также, что важно, были и остановки. Глядя на нынешнее состояние, даже не верится, что когда-то эта железная дорога связывала всю Россию в этом маленьком участке вдоль Байкала. Движение здесь было настолько интенсивным, что спустя 14 лет после начала эксплуатации был достроен вот этот вот второй путь. И количество пар поездов было увеличено до 48 за сутки. Строительство второго пути было весьма оправданным, потому что Транссибирская магистраль активно использовалась, и по ней перевозилось огромное количество грузов и пассажиров. Так что одного пути было мало, что уж говорить про паромную переправу, которая существовала до постройки КБЖД, и вряд ли могла справиться хотя бы с третьей от того потока, который был возложен на Транссиб. Вообще железная дорога была очень дорогой в постройке. Требовалось построить огромное количество мостов, тоннелей и галерей, которые, собственно говоря, и сохранились до наших дней. Также стоит отметить, что второй путь, который был построен позже первого, был более инновационный. Собственно говоря, он и сохранился. Сравнивая искусственные сооружения двух путей, эта разница в 15 лет хорошо заметна. Например, все мосты, построенные для первого пути, металлические, и скреплены с помощью заклепок. Относительно новые мосты уже все сделаны железобетонными. И опять вернемся к остановкам и поезду. Так как наша бригада целиком состояла из матерых железнодорожников, мы попросились в кабину. Но не в заднюю, как это часто бывает, а в кабину ТЭМ-2. Пообщавшись с локомотивной бригадой, поинтересовались о организации работы на этом участке. И, конечно же, подтвердили свои догадки насчет того, что КБЖД работает на диспетчерской централизации. То есть дежурных по станции тут нет, а все переводы стрелок осуществляет диспетчер. А также узнали, что средством сигнализации связи тут является жезловка. Ну, это шутка, если что. Тут все более продвинуто, и поезда ездят по полуавтоблокировке. В общем, в этом плане тут все не так уж и раритетно. Сейчас мы находимся в 10-м туннеле по счету от станции Байкал. Длина его составляет 778 метров. Это самый длинный туннель на этой железной дороге. И помимо этого, это единственный прямой туннель, глядя в который можно увидеть свет. Это и будет свет в конце туннеля. Ну, на тот случай, если вы вдруг интересовались, как он выглядит. Всего же на дороге существовало около 40 туннелей. Глядя на них, многие говорят, что не могут и представить, как их строили в те времена. И это действительно так. Но на чем хочется заострить внимание, так это на том, что все эти конструкции отлично сохранились и будут в сохранности еще очень долго. Это, кстати, и объясняет то, что по туннелям и прочим сооружениям КБЖД до сих пор пишутся курсовые работы. Вот что значит на века. Сейчас Восточно-Сибирскую железную дорогу объединяет дорога, построенная относительно этой, как Срез, от Иркутска до Слюдянки. Она была построена в 1949 году как резервная линия. Ведь во время эксплуатации этой железной дороги Кругобайкальской было выявлено много проблем, связанных с ее местоположением. Здесь постоянно происходили размывы, камнепады и оползки, которые приводили к различным катастрофам. Новая же железная дорога была построена с расчетом уже на более мощные локомотивы, которые вскоре и стали использоваться. После чего эта железная дорога обзавелась вторым путем и была электрифицирована. И вскоре стала основной. Кругобайкальская железная дорога к 1950 году стала постепенно приходить запустение. И в этом же году в связи с началом работы Иркутской гидроэлектростанции и образованием водохранилища часть железной дороги от Иркутска до порта Байкал была затоплена. Ну вот, собственно говоря, и есть тупик, который находится в конце станции Байкал. Дальше дороги нет, от нее остались лишь несколько ржавых рельс, а здесь, скорее всего, тупик используется для каких-то маневровых передвижений. Если тут, конечно, хоть какие-то передвижения есть. В итоге сейчас мы имеем тупиковую ветку от Слюдянки до станции Байкал, которая имеет в основном историческое значение. Ведь особо никакого движения тут нету. Исключение составляет лишь пара пригородных поездов да экспресса для туристов. Уже слышен шум большой дороги и поезд сближается с основной линией. Ну вот мы и проехали по исторической части круга Байкальской железной дороги и достигли станции Слюдянка. Кстати говоря, весь вокзал построен из мрамора к проекту неизвестного итальянского архитектора. Нужно это было, чтобы сюда приехал царь и немножко, так скажем, поучаствовал в банкете. Также существует версия, что данный вокзал является как бы памятником строителям дороги самим себе. Что является весьма заслуженным. Дальше железная дорога идет в сторону Улан-Удэм. Тоже, кстати, вдоль Байкала. А обратно в сторону Иркутска. Электропоезд, расцепившись с тепловозом, поднимает токоприемники и уже своим ходом отправляется обратно в город. Мы на этом моменте уже достаточно измотаны, но что нас не может не радовать, так это то, что скоро мы уже будем возвращаться в Санкт-Петербург и нас ждет целых 4 дня отдыха. Ну вот, в общем-то, и подошло к концу наше путешествие по Восточно-Сибирской железной дороге. Впереди нас ждет еще 4 дня путешествия от Иркутска до Москвы на поезде 81, где мы тоже постараемся что-то поснимать на остановках. А если вы знаете какие-нибудь интересные места, обязательно пишите о них в комментариях, но главное, чтобы там была железная дорога. И с вами был Юрий Риме и Валерий Юзит. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова